Субтитры создавал DimaTorzok Путешествия История настоящей радости Где бы мы ни были, что бы мы ни видели Мы испытывали что-то очень близкое к счастью И мы бы хотели, чтобы это счастье распространилось не только на нас Поэтому мы решили каждую неделю делиться нашим видео Чтобы вы тоже могли насладиться тем, чем насладились мы Каждый наш выпуск будет посвящен одному из регионов нашей страны И мы просто расскажем о том, каким его сделало время И каким его увидели мы КОНЕЦ Путешествие по нашей огромной стране Это невероятно увлекательное мероприятие Проезжая сотни километров за день Узнаешь очень много нового И по-настоящему интересного Жизнь становится яркой, насыщенной И это даже несмотря на то, что рядом сидит жена И обязательно о чем-то с тобой спорит Ужена, может быть, и спорит Но без нее путешествие не было бы таким радостным и живым Что не так? Конечно Город, о святынях которого мы сегодня расскажем Один из самых древних в нашей стране Он пережил множество всевозможных событий И дал миру немало достойных людей В общем, место, куда мы отправились, особенное Причем не только для России Но и для любого православного человека История этого города началась более тысячи лет назад Еще в начале 10 века А самое знаковое событие, которое здесь произошло Связано со знаменитой киевской княгиней Ольгой Бабушкой того самого святого князя Владимира Крестившего Русь С этого, собственно, и началось наше знакомство С этим удивительным городом Княгиня Ольга Стоя на этом месте Увидела на том берегу реки три луча, сходящихся в одну точку И впервые за всю историю человечества На дохристианской, еще не крещенной Руси Повелела построить храм в честь Святой Троицы Во имя Бога Приветствуем тебя, вольный, стольный господин Псков Дом Пресвятой Троицы Сков Великий город на реке Великой Надо сказать, что по меркам жителей больших столиц Это такой небольшой провинциальный городок Его население что-то около 200 тысяч человек Но он не так прост, как кажется Этот город когда-то сыграл очень важную роль в становлении нашей страны Но что еще важнее, в становлении русского православия Многие псковичи, к сожалению, сегодня мало знают о прошлом своего города Мы таких людей встречали А между прочим, именно они, жители псковской земли Являются носителями особой ментальности Я бы даже сказала, особого духа Первым делом мы, конечно, направились в центральное место города Псковский Кром Так псковичи называют свой Кремль Именно на его территории расположен главный храм Пскова Тот самый первый в мире собор, названный в честь Пресвятой Троицы Здесь нам и рассказали об истории города Ну и, конечно, раскрыли суть вот этой особой силы его древних жителей Людмила Алексеевна Громова, сотрудница Троицкого собора Объяснила нам, что псковичи действительно отличались от жителей других русских городов А было это из-за географического положения псковских земель До сегодняшнего дня это рубеж православия За нами православных, ну, пехтится один монастырь, да Пустынька в Риге Вроде как и есть чуть-чуть, да Но вот страны, такое государство православного, которым мы в большей части являемся, да В общем-то, больше нигде нет Православная вера, она здесь заканчивается А дальше начинается Европа, которая уже окатоличена Причем окатоличена не очень хорошо Дальше идет Эстония, Латвия, которые еще с X века числились православными Но в 1231 году был основан город Рига Тевтонцами и Ливонцами, да, сначала тевтонцы пришли И этот город немецкий, его немцы основали с одной единственной целью Чтобы окатоличивать эти территории Это и отложило отпечаток на образе жизни псковичей Я все время говорю, их нравственный порог, он как-то зашкаливает Он выше вообще, чем даже можно себе было бы представить, как жили псковичи Был такой удивительный австрийский купец Тони Сфенес Он написал такой словарь-разговорник для своих собратьев-купцов в Австрии Чтобы они могли спокойно приезжать в Апску И вот с чего начинаются слова-разговорник Если ты, говорит он своему коллеге, купцу, да, австрийцу Собираешься торговать с псковичами Если ты придешь во Псков и будешь обращаться к партнеру своему купцу, да То непременно начни со слов «Пресвятая Троица, помилуй мя» Если ты этого не скажешь, купцы с тобой разговаривать не будут Вот так понимание веры у псковичей действительно было очень глубоким И проникло буквально во все сферы их жизни Более того, сам Псков, сам город был воплощением вот такого отношения жителей к вере Сейчас поймете, о чем я Нас повели в колокольню Псковского крома И показали макет древнего города Чтобы получить совсем полное представление о менталитете псковичей Этот макет, конечно, стоит хоть раз увидеть Перед вами маленькая часть города Пскова Его административная часть Это период 15 века Это было очень интересное время в христианстве В это время весь христианский мир ожидал конца света А что такое конец света и второе пришествие Христа? Это значит, сам Господь придет на землю При этом уже написаны иконы, уже есть мозаики, все есть Есть фрески А вот дом самого Бога еще никто не построил И именно этот дом Бога псковичи здесь и построили К этому периоду Псков уже самый большой город Европы Население около 60 тысяч Сравнивая с Парижем Париж в это время 40 60 тысяч? Да В Лондоне 35 А в Риме, но немножко меньше Он был немного, но больше Рима Я вам могу показать маленькую гравюрку, которую немцы сделали в 16 веке Пожалуйста, вот такой был город, так его видели немцы Самый большой город Европы Построй дом самого Бога на земле На такое могли пойти только люди действительно с глубокими убеждениями И верой, прошедшей множество испытаний Сегодня от прежнего великого Пскова сохранилась лишь малая часть К сожалению, время сделало свое дело Дальше мы снова отправились в Троицкий собор Чтобы уже узнать о самих святынях главного храма Пскова Нас там ждал батюшка Олег О святынях он рассказал нам очень много интересного Привет, святая Троица, помилуй мя Мы уже знаем, с чего начинать разговор Эта фраза, эта фраза, она, ну, эта фраза была того менталитета, тех людей Мы, конечно, пытаемся вернуться к этим, ну, к истокам Мы пытаемся выхаживать в себе тот менталитет, который был тогда Но сейчас это очень сложно из-за потери А вообще что, представить Троица, помилуй нас, отвечали? Я думаю, что это показывало, наоборот, лицо Может быть, приветствие, может быть, я не знаю Я думаю, что это согласие, выражать согласие То есть смотрели на человека, правда, он искренен или нет Потому что ты не скажешь Богу Конечно То есть не скажешь молитву без какой-то искренности Значит, и ты мог сразу показать свое лицо Будешь ли ты честен, ну, то есть уместен ли ты в этих отношениях или нет Да, искренность, именно искренность Потому что люди были честными прежде всего Батюшка, расскажите нам, пожалуйста, о святынях этого храма Самая главная святыня, наверное, этого храма – это сам собор Да Величие его вы сами, наверное, осязаете внутри, да, в своих чувствах Да Иконостас семиярусный, да Ну, самые, наверное, величественные святыни, которые сохранились, которые дошли вот с тех времен, с чистых времен Это, конечно, это ракос с мощами князей Там четыре святых человека положено, да Это люди, которые застали вот тут чистое отношение к Святой Троице, к Дому Бога То есть они знали это не понаслышке Это князь Всеволод Гавриил, он был молитвенник Значит, потом Доман Тимофей – это вообще великий святой И основан Снитогорским, Третий Святой, и Блаженный Николай Это интересная история, когда возникновение, в принципе, вот этой вот раки нам так вкратце рассказали, что появился человек, да И ему явились князья Болела у него мать И это были 90-е годы Значит, мать болела, была при смерти И по виду он, ну вот в 90-е годы их называли «новыми русскими» Новые русские, да Да, то есть это малиновый пиджак И правда, на самом деле, этот человек, судя по этой раке, состоятельный Потому что он приходит и говорит «Как я могу помочь псковским князьям?» Как интересно Настоятель собора, значит, отвечает «Это мы просим молитвы, просим помощи у псковских князей, как мы можем понять?» И он тогда, человек этот говорит «Вот у меня матери было видение, что пришел в облачение князь и сказал «Пускай твой сын съездит в Псков и поможет псковским князьям» И тогда настоятель говорит «Ну, ты видишь, в каком состоянии рака?» То есть ее практически нету И он забирает эту раку И облачает, да, то есть вот в такую красоту Он приезжал сюда молиться Сюда потом, с периодичностью И мама исцелилась Дальше батюшка Олег повел нас по храму В Троицком соборе оказалось очень много чтимых святынь Это и главная храмовая икона Икона Пресвятой Троицы, возраст которой уже больше 300 лет Это и Ольгин крест Святыня, которую псковичи когда-то установили в честь святой княгини Ольги Той самой, повелевшей построить во Пскове храм Бога Это и чудотворная икона Жемчужницы Псковская икона Божьей Матери Но больше мы задержались у другой святыни Ей в храме отведено особое место Одна из величайших святынь Можно сказать, самая доминирующая святыня Перед которыми даже здесь стоят мощи Мощи святителя Николая Покрова Пресвятой Богородицы И мощи святой княгини Ольги Это Псково-Покровский образ Матери Божией Святыня величайшая Величайшая Псково-Покровская икона Божьей Матери Она была написана в память о событиях 1581 года Когда Псков был атакован войсками знаменитого польского короля Стефана Батория За всю историю города Это была самая жестокая его осада Погибло очень много людей Погибали женщины Погибали дети Потому что положение тогда уже было такое Что им тоже приходилось идти на стены И тоже защищать город А поляки прорывались И вот тогда по Пританию К некому старцу Дорофию Молившемуся в своей келии о спасении Пскова Явилась Божья Матерь Она указала ему то место на стене Где следовало дать бой осаждавшим И велела принести туда чудотворные иконы Из Псково-Печерского монастыря И это было сделано В итоге Баторий отступил Об этом эпизоде написано множество картин И написана Псково-Покровская икона Божьей Матери Причем еще при жизни того самого старца Дорофея Эта святыня для Псковичей Одна из самых главных Они верили и верят Что тогда в победе Им действительно помогла Сама Пресвятая Богородица Но меня в этом всем Больше интересует даже не это А то, как Псковичи говорят Об этой истории Как они рассуждают о ней Раз есть какое-то нападение Есть какая-то беда То мы всегда получаем Ну, то есть известие о том Что у нас слабая вера Понимаете, вот мы оскудеваем Вот, правда, в вере И из-за этого какие-то сразу нападки И Бог нам и Великая Отечественная война дает Только чтобы сохранить нам вот эту благодать То есть, да, мы какие мы стали чистыми После революции Что мы натворили в революцию И что нам принесла Великая Отечественная война Мы стали все-таки чисто любить друг друга Опять же То есть, понимаете, да Опять же, опять же То есть мы стали уважать друг друга Ценить друг друга Константинополь, Византия, которая пала Она же Были разного национальности люди Но только христиане Христиане И только когда они стали Стали оскудевать Благочестие стало оскудевать В конце концов, после тысячи сто лет Упала их империя То есть, уже все Но на сколько нас хватит? Хватит ли нас продать? Вот так, не в кадр Это самое главное доминирующее Ну, то есть, звено И, конечно, и Тройский собор И все святыни Они служат только к одному И призывают только к одному То есть, это К любви Живите счастливо Он уже такой же Да, все, ребят Вот так закончилось Наше первое знакомство с Апсковым Очень многое нас удивило И очень многого мы не знали Но самое главное До этой поездки Мы не понимали Всю суть жизни Которой когда-то жили Псковичи И, конечно, когда мы уезжали Из Крома Эмоции переполняли Радость такая детская Я не передала Мне бы кому-то, что случилось Такое важное Вообще, вообще, в принципе Там, зайти в этот храм Это уже большое счастье А оказаться вблизи Вот с этой историей С теми людьми Которые Много веков Подряд И молились И жизнь отдавали И вкладывали Всю душу Все сердце Это настоящий подвижник И ты начинаешь сравнивать Свою жизнь Свои поступки Свои Представления ценности Смысла Которые они тебе есть На сегодняшний момент И ты понимаешь Что вот эти удивительные люди Как-то что-то в тебе Вот просто перенесли тебя Немножечко в высшие Частоты этого мироздания Ты стал Хоть немножко, да, лучше Следующим пунктом Нашего путешествия Был город Печоры Там расположен Знаменитый Псково-Печерский монастырь Да, Псков нас действительно Поразил своей историей Но эта обитель Настоящая легенда С этим монастырем Связаны имена Очень многих Святых и старцев И это единственный Русский православный монастырь В котором никогда С момента его основания Не прекращались богослужения Это не удалось сделать Никому из недоброжелателей Даже во времена Богопорчества Войн и разорений Когда мы уже Подъезжали к нему Испытывали какое-то Особое чувство Наверное Трепета какого-то Перед тем Что нас там ждет И это чувство Нас не подвело У ворот монастыря Нас встречал Отец Харисан Очень интересный человек Как я сейчас понимаю То, что именно Он тогда был с нами Было неспроста С самого начала Наше общение Было Очень легким Что ли И главное Простым Может быть Поэтому Разговор зашел Совершенно с неожиданной стороны К вам приезжает Вот например Приехал Из пензы Парень Говорит Хочу вас пожить Вот что вы делаете С таким парнем Прежде всего Мы ему говорим Хорошо Поживи Поживи То есть мы Не то чтобы Позитивно относимся Мы понимаем Что человек Приезжает В нашу обитель Не сам по себе А его Зовут И он В сердце Своим От отзов Духовный Ощущает В принципе Может любой Прийти Конечно И остаться здесь На всю жизнь Да Ну Наверное Не женатый Все-таки Антон Александрович У тебя двое детей Хочу запомнить То есть вот так В этом направлении Сейчас значит Для беседы Именно в этом направлении Сейчас Я так аккуратно Прощупываю Вы почувствовали опасность Так случилось со мной Я сюда приехал Просто так Я приехал сюда Посмотреть Чем занимаются В Печорах Мои друзья Почему они В Москве оставили Бросили одного Зашел И Не то чтобы Мне понравилось Не понравилось Какие-то другие категории были Знаете Что Это категория Да и нет Вот Пришел И да И Все После того Как я понял Что жена Меня все-таки В монастырь Не отпустит Как бы мне Этого не хотелось Мы попросили Отца Хрисанфа Показать нам Обитель На что он Конечно же Согласился Он нам показал Двор монастыря Показал Храм И звонницу Которая никогда В своей истории Не замолкала И не была Разрушена Я даже попытался Там попробовать Раскачать колокол Занятие Надо сказать Непростое Обычно Это делают Несколько монахов Пили вкуснейшую воду Из источника Причем Источник святой В общем Все было Очень душевно По-простому И все это Очень хорошо Но это Конечно Не главное Главное Там Сама Монашеская Жизнь И святыни Одна Из самых Знаменитых Святынь Монастыря Это чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы Это та самая икона Которую принесли Во Псков Во время его осады Поляками Ей уже больше 430 лет И за все это время Рядом с ней Произошло Огромное количество Исцелений Они происходят До сих пор Причем У многих Тысяч людей Поэтому Совсем неудивительно Что на праздник Успения Богородицы На крестный ход Приходит просто Какое-то Запредельное Количество людей Впереди крестного хода Там много тысяч Вот Смотришь на фотографии И видишь Вот буквально Река людей Шествует за иконой Вот Людской поток Он просто не скончает Вес иконы Составляет 230 килограмм На крестный ход Ее выносят Несколько сильных Мужчин Крепких Она Икона Ставится на Большие носилки Там 10-12 человек Их несут Сразу после Своего поставления В Успенском храме Матерь Божия От своего Замечательного образа Стала испускать Многочисленные чудеса Эти чудеса В иной день Случались Десятками И они Все зафиксированы В монастырской ледописи Больше всего Было исцеление Болезней ног И болезней глаз Икона Успения Пресвятой Богородицы Это не только Одна из главных Святынь Псково-Печерской Обители Это одна из самых Почитаемых Святынь нашей страны Как впрочем Наверное И всего Мирового православия На пределах Печор Эта икона Никогда не покидает Поэтому Увидеть ее И приложиться К ней Можно только здесь В Псково-Печерском Монастыре А дальше Мы пошли В пещеры И в них Захоронено Очень много Разных людей Мы разумеется Знали О существовании Этих пещер Но То что мы Увидели Внутри Честно говоря Мы не ожидали Мы воспользуемся Такими Лампочками Не против? Не против В пещерах Нет ни одного Ни одного Светильника Мы пользуемся Только свечами Здесь Так прохладно Ну Обычно Температура В пещерах Порядка Пяти-шести Градусов Но Вот В каникулярное Время Когда Приезжает Много И детей И родителей В отпусках Температура В пещерах Сильно повышается Поэтому По сравнению С улицей Здесь прохладно На самом деле Здесь градусов Так 10-12 Тогда как Нормальная температура Для пещеры Это 5-6 Там 7 градусов Максим Но мы Даже еще И не в пещерах Вот То что мы встречаем При входе В пещеры Это хранилище Святых мощей И вот Перед нами Находится Рака Со святыми мощами Преподобной Васы Которая Как это ни странно На месте Вот Только что Образованного Мужского монастыря Точнее Общины Монажеской Стала Первой Постриженец Она Прошла Все Степени Женского Служения И И вот С момента Первого захоронения Преподобной Васы В 1472 Году Все последующие Захоронения В наших пещерах Осуществляются Точно так же Открыто То есть Мы Заносим Гроб С телом Усопшего брата В пещеру Ставим в нишу Молитвенно Прощаемся с ним До всеобщего Воскресения И уходим И вот Одним из Уникальных Чудесных Прямо скажем Свойств Наших пещер Является то Что В них Отсутствует Запах Тлины Человеческого Тела То есть Когда бы Не произошло Погребение Воздух Пещеры Всегда остается Чистым И естественным Но мы Сейчас в пещеру Зайдем И вот Отцу Ермогена Допустим Вот сегодня 20 дней Только было И вы можете Специально Даже обратить Внимание На то Что Воздух Свежее Ну А он Обычный Пещеры Псково-Печерского Монастыря Не считаются Большими Их общая протяженность Всего Около 300 метров Но на этой площади За несколько Столетий Было похоронено Более 10 тысяч Человек И практически Все Открытым Способом Запаха в пещерах Действительно Нет И это Загадка В советское Атеистическое Время Ученые Неоднократно Пробовали Ее разгадать Пытаясь Таким образом Разоблачить Якобы Обманывающих Весь мир Монахов Строились Гипотезы Делались Всевозможные Замеры Проводились Опыты Но в итоге Они так Ни к чему Не привели Загадка Для ученых Так и осталась Загадкой И все же Однажды Был зафиксирован Случай Когда в пещере Появился Тяжелый запах От тела Умершего монаха И было Это совсем Недавно Было это В году В 91 Но там У нас Монах Он как Беспокоение Скончался И Пришлось На время Пещеры Закрыть Потом Отпевание Отцы Заново Совершили И все И обратно Принесли Нет Его не выносили Даже Нет Просто повторили Отпевание И все Прекратилось Я иду Спиной Вперед Лицом К вам Пол Ровный Никаких Ступеней Ям Капканов Ничего Не предусмотрено Эти пещеры Называются Богом Сданные Они Не рукотворные По сторонам Справа Имена Неизвестны Дело Дело в том И показал Где покоятся Знаменитые Печорские Старцы Их там Несколько Среди них Адриан Кирсанов Алипий Воронов И Иван Крестьянкин Люди Которые Прославили Своей Праведной Жизнью И сегодня Их имена На слуху У многих То Что мы Побывали На месте Их захоронения Конечно Произвело На нас Впечатление Но то Что мы Увидели Дальше Честно Говоря Произвело На нас Впечатление Еще Больше То Что Нам Было Показано Наверное Останется В нашей Памяти Навсегда Во всяком Случа И сейчас Я могу С уверенностью Сказать Что Это был Тот Самый Момент Ради Которого Мы Ехали В печо Мы С вами Находимся На Братской Улице Это Пещерная Улица Называется Братской Потому Что Заканчивается Братским Захоронением У нас На сегодняшний День Их Два Одно До 1700 Года Другое После 1700 Но То Которое После 1700 Года Оно Уже Заполнено И Теперь Мы Погребение Наших Братьев Осуществляем На так называемом Старом Кладбище Мы Аккуратно Очень аккуратно Деликатно Там Прах В сторону Отдалили И вот За Иконой Воскресения Христова Которая Как дверь Открывается Там Находится Нынешнее Братское Захоронение Но О том Как это Происходит Вообще Мы Можем Узнать Когда Откроем Вот Эту Дверь С Замечательным Вот Образом Матери Божией За ней Находится Мратское Кладбище Молитвами Святых Отец Нашим Господем Всего Наш Помимо Ну Вот Так К сожалению В последние Годы Из-за Повышенной Влажности Дерево Разрушается Очень быстро Да И вот Гробики Стоят Так Хаотично И так Вот мы Приносим Своего Брата Полагаем Его В пещере Вот Так И захоронение Все наше Совершает Мы Вот сюда Приходим Знаете Не так Что у нас Жизнеразный Цинизм Такой Поповский Нет Здесь Вот Как раз Приходишь за тем Чтобы подумать Что оставишь Что за собой Унесешь Понимаете То есть Большое назидание Помни последнее Твоя И никогда Не согрешишь Память Память об ответственности Трезвие Трезвишься Это тоже Это тоже Как-то Полезно Полезно Общение с ними Это уже Для нас важно Да И мы Начинаем Молиться О них За них Не просто Там По церковному Долгу А от Благодарного Сердца Это уже Совсем Другое Качество Молит Странное Чувство Мы вдруг Поняли Что из пещер Нам совсем Не хотелось Уходить Уезжали мы Из монастыря Уже далеко За полночь Отец Хрисан Впроводил нас Обнял На прощание И было Все это Как-то так Так же Как и В начале Нашего знакомства Как-то Очень искренне По-простому Псково-Печерский Монастырь Кажется И нам Передал Что-то От своей Простоты Утром мы снова Отправились В путь Дорога К следующей Точке Нашего путешествия Пролегала Через Псков Поэтому Мы возвращались В город Но конечно Мы все еще Находились Под большим Впечатлением От Печер И все разговоры Были Только об этом Вот мы зашли И буквально С первых Минут Меня просто Накрыло Ты не знаешь Как выйти обратно Зачем Выходить Обратно И так Не хочется И так Хочется Там остаться И так Хочется Вот Вот Когда почувствовал Вот это Да Как Батюшка Сказал Да Да Нет Нет Вот это Когда чувствуешь Да А зачем Все остальное Вот это Наверное И Есть то самое Состояние Когда ты Прикасаешься К святыням Ты прикасаешься К этой чистоте Понимая Насколько мы Немощные Но ты хочешь Как можно дольше Продлить Вот это состояние И ты уже Точно знаешь Что оно есть У тебя уже Есть этот опыт Ты понимаешь Так бывает Если мы Выйдем Из монастыря Посетив святое место Как паломники Не понимая Каких-то там Высоких материй И вдруг мы выходим И видим совершенно Бытовые Простые моменты Которые изменяют Нашу жизнь Представляете Сколько всего Произойдет Важного В нашем обществе Если каждая жена Типа меня Вот Выйдет Из монастыря И скажет Господи Буду молчать Не буду С мужем ругаться Ну мало ли что он сказал Прости пожалуйста Я перебью Ну мало ли что мне кажется Что это глупо Это было Мимолетное у тебя Или оно останется Оно пока осталось Честно Пока держится Правда? Честно Вот пока вообще Вот так тебя Вот Жалею И совершенно Вообще не обижаюсь И вот Вот это Вот это для нас Простых людей Может даже Невоцерковленных людей Да Это очень важно Потому что Это и называется Духовный опыт Когда ты на своем Опыте Понял Прикосновение К святыням Они тебя Меняют Вот так все Просто Так все Господи Так все Хорошо Мы прибыли в Псков После серьезных разговоров Захотелось перекусить Это было резонно Нужно было отведать Здешней кухне Находиться на Псковщине И не попробовать Хоть одно местное блюдо Это скажу я вам Несерьезно Но прежде мы решили Заглянуть Еще в один монастырь Нам посоветовали Побывать в Пасо-Преображенском Храме Мирожского монастыря Этот храм Сегодня находится Под защитой ЮНЕСКО И он единственный В мире Где сохранился Полный ансамбль Фресковой живописи Второй четверти Двенадцатого века С изображением Всей земной жизни Иисуса Христа Сегодня этот храм Хоть и расположен На территории монастыря Все же является Музейным объектом Поэтому экскурсию Нам проводила Заведующая отделом Псковского музея-заповедника Надо признаться Встреча была полезной Мы почерпнули для себя Много нового К примеру Узнали причину Традиции Расписывать стены храма Здесь за основу берется Повествовательный рассказ С целью просветительства Христианского просветительства С целью миссионерского служения А рассказ этот Дополняется образами Один образ сменяет другой Один образ сменяет другой Это было важно Мы сейчас привыкли К образному мышлению А тогда образное мышление Отсутствовало Ведь не было Икон было мало в храмах Иллюстрированных книг было мало И люди воспринимали Сюжеты евангельские В устном изложении Или кто был грамотный Прочитав тексты В пергаментной Пергаментной книге А в основном В устном изложении Поэтому создавая Вот эту историю Жизни Христа Историю связанную С учениками Богородицы Он как бы Дополнял знания Он раскрывал Вот оно просветительство Вот оно миссионерство Ведь жители Пскова Были тогда В основном христианами Но язычество было сильно И христианство еще Глубоко не вошло В сознание То есть это воздействие На умы На души На сознание Христиан Для того чтобы Свои знания Расширить Пополнить И это как раз Долгое время Было главной задачей Для этого храма После монастыря Мы отправились Трапезничать Мирожский монастырь Расположен Практически В центре Пскова А потому Искать место Для трапезы Было недолго Пункты питания В шаговой доступности Вообще Нужно сказать Что если вы решите Приехать в Псковскую область То никаких проблем Ни с питанием Ни с жильем Вы не испытаете Ну а что касается Кухни Мы бы рекомендовали Попробовать что-нибудь Колоритное Тем более В Пскове Найти место Где накормят Чем-нибудь аутентичным Совсем несложно Мы такое место Нашли легко Наш выбор Пал на небольшое заведение В котором Все соответствовало Пскову Времен Средневековья Блюда Средневековые Но уже На новый лад В основном Это рыба Каша Коренья различные Мед Тоже Мед Мед Это был Один из тех Товаров Которого Достаточно Было В городе Соответственно Псков славился Так же Своими свечами Воском В Пскове Мясо было Дорогим Само по себе Соответственно Не каждый Мог себе Это позволить И уже Полноценно Мясо Пришло Например Средневеков Города После Татаро-Монгольского Ига О как Итак Мы обратились По адресу Кухня здесь Оказалась Действительно Особенной Со своей Неповторимой Историей Да и сами Блюда были Тоже Неповторимы И кстати Не стоит Удивляться Тому Что нам Принесли Так много Еды Мы не были Настолько Голодными Это все Для нашей Съемочной Группы После Сытного И конечно же Вкусного Обеда Мы выехали На заключительную Точку Нашего путешествия Мы отправились На Талапские Острова Это одно Из самых Необычных Мест Псковской Области И в то же время Богатых Своей историей История Талапских Островов Действительно Ни на что Не похожа Это наверное Единственный Архипелаг Когда-то Имевший Статус Безуездного Города Он назывался Александровский Посад И дал ему Это название И статус Император Александр Первый Добирались К островам Мы на водном Такси Оно Отходит от Деревни с ласковым Названием Толбица А работает Это такси Практически всегда Даже в ненастную погоду Талапские острова Находятся В юго-восточной Части Псковского Озера Сейчас Это Тихое Уединенное Место Но Духовная Жизнь Там Кипит И всегда Кипела Сегодня Туда Приезжает Очень много Паломников И тому Конечно же Есть причины Первый остров На который Мы прибыли Был Остров Залит Здесь Среди Немногих Жителей Острова Жил И духовно Трудился Один из Самых Уважаемых Подвижников Нашего Времени Старец Николай Гурьянов О батюшке Гурьянове Сегодня Знают Многие Он Жил Совсем Недавно А Потому Память О нем Еще Свежа На Сегодняшний Момент Он Не Канонизирован Официально Не Назван Святым Но Почитают Его Во всем Православном Мире На Острове Нас Встречал Игумен Паисий Который Знал Отца Николая Лично Он Рассказал Нам Несколько Удивительных Фактов От окраины Острова Отца Николая Очень Любили Он Был Божьим Человеком Ярким Примером Нестяжательства Здесь Вот Как При жизни Последние Годы Был Так Ничего Не Красит Ничего Не Делает Чтоб Люди Могли Как В гости Как Отцу Николаю Прийти Скромненько Жил Видите Батюшка Гурьянов Прославился Многими Чудесами Он Был И прозорлив Через Него Приходило Людям И Исцеление За Духовным Окормлением К нему Приезжали Очень Многие Известные Люди Нашей Страны Приезжали Настоятели Монастырей За Советом Одним Словом Это Был Человек Которого Уважали Все Именно Отец Николай Гурьянов Стал Прототипом Героя Знаменитого Фильма Остров Но Сам Он Сниматься Не Любил И Все Однажды Он Показал Нам Эту Короткую Запись И Кстати Ее Еще Никто Никогда Не Видел Не Нельзя Куда Поставить Ты Может Сон Не Хорошо Батюшка Вот Что Вы Нам Скажете Нам Дуракам Как Нам Жить Батюшка Все Мы Сомневаемся Спасайте Душу Телом Не Грешите Если У кого То Возникнет Желание Отправиться В Полонеческую Поездку Батюшке Гурьянову То Вот Вам Наш Совет Лучше Всего Это Сделать Летом Или Зимой Потому Что Весной И Осенью На Псковском Озере Очень Много Штормов И Не Предусмотрев Это Вы Просто Можете Сюда Не Попасть А Летом Погода Здесь Хорошая И Зимой По Льду На Остров Добраться Можно Состав Талапского Архипелага Входят Еще Два Острова Один Из Них Заселен Остров Белов На Нем Мы Конечно Тоже Побывали И Знаете Это Пожалуй Лучшее Место Из Тех Где Можно По Настоящему Уединиться Здесь Живет Всего 17 Человек Это При Том Что Этот Остров Самый Большой На Талапах Здесь На Острове Есть И Действующий Храм Что Нас И Порадовало И Удивило Увидеть Священника В таком Мало Заселенном Месте Было Довольно Неожиданно Отец Сергий Не так Давно Приехал Сюда Восстанавливать Духовную Жизнь Оказывается Здесь 500 лет Назад Располагался Петропавловский Монастырь И Связан Он Был С Именем Одного Почитаемого Святого Преподобного Досифея История Возникновения Когда-то Существовавшей Здесь Обители Довольно Необычна Досифей Пришел Не в пустынное Место Он Пришел На остров На котором Укрывались Разбойники Беговые Каторжники Прятались В общем Кто не в водах Был Законом Укрывались Много лет Причем Не тихо Жили А наоборот Много хлопот Доставляли Купцам местным Нападали На них Снимали Дань В общем То Такое Было Острово Объезжали Сторонами Люди Вот Представляете Приходит Смиренный Монах То есть Его Приходы На острова Разбойники Не просто Покаялись В грехах А многие Из них Стали Инноками Петропавловского Монастеря Это Не Басня Какая-то Там Это Не Сказка Это Исторический Факт Который Записан В наших Песовых Книгах Псковских Среди Этих Людей Не Просто Выжил Сумел Повлиять На них Таким Образом Что Они Покаялись В таких Страшных Грехах После Короткой Беседы Мы Попросили Отца Сергия Показать Нам Весь Остров Все Таки Очень Хотелось Услышать Ту Тишину О Которой Нам Так Много Рассказывали И Да Должен Сказать Тишина Здесь Действительно Какая-то Особенная Быть Может Потому Что Остров Белов Это Тот Самый Край Земли О Котором Все Говорят И Который Пока Никто Никак Не Может Найти Здесь Заканчивается Наша Страна За Островом Уже Другое Государство Эстония Никаких Тебе Лишних Звуков Только Ветер И Волны Очень Много Приезжают К нам Гости Едут В эти Места Для того Чтобы Укрепиться Особенно Кто Из Больших Городов Из Москвы Из Питера Когда Приезжают В такую Тишину Такую Красоту Конечно Подпывает Каждый Человек И В общем Люди Стараются Побыть Подольше Потому Что Наверное Действительно В этой Суете Нашей Мирской Нет Наверное Возможности Трезво Взглянуть На наше Внутреннее Содержание Наверное Вот В этом Проблема Одним За другим Смешивая Череду Событий Несется Вот так Вот в жизни И так Ну и Должно быть А когда Выбираешься В такие места Знаете Как по полочкам Все Раскладывается Псковскую область Мы покидали с грустью За то короткое время Что мы здесь были Мы Как-то Прикипели к этим местам Можно даже сказать Сроднились Да и Как не Прикипеть Такие Искренние Люди Такие Святыни Скажу Так После Этой Поездки У нас С Викой Есть Твердое Ощущение Что Здесь Все Будет Хорошо Все Будет В Келье В Бедной И Сынок Плачет Терпит Свечи В сердце Ночи Губы Шепчут Ава Отчий Слова полны огня Помянет он меня Помянет он тебя Земля ночная спит Не слыша ничего Но мир пока стоит Молитвою его Молитвою его Лан И Молитвою его Продолжение следует...